В этом видео настроим страницу списка товаров и плагин фильтрации, чтобы человек мог отсортировать по цене, по рейтингу и по размерам пиццы. Это то, что мы делали с вами в прошлом видео. Например, человек хочет увидеть все пиццы, которым пекут размером 65 см. Просто отмечаю галочкой и без перезагрузки страницы фильтр показывает, что в данной пиццерии пекут только одну пиццу с таким размером. Также фильтр можно сбросить, можно посмотреть по рейтингу это отзывы, то есть это уже какой отзыв оставил клиент о той или иной пицце. Данный список нашел только две пиццы с максимальным рейтингом 5 звезд. Это урок номер 9, меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Итак, я перешел на сайт, который мы с вами делаем. Давайте зайдем в макет категорий. Это то, что нам нужно. У вас будет примерно то же самое. То есть вот этот самый рейтинг, он у нас виден слева. Так как мы будем действовать по моему демо-примеру, то я отсюда просто удаляю данный плагин, захожу в колонку и выбираю одну колонку. Если мы с вами посмотрим на мой пример, у меня выводится в четыре колонки. И еще нужно обратить внимание, что ширина, общая ширина каркаса сайта здесь у меня длиннее, нежели на нашем демо-примере. Сейчас это тоже реализуем. Это можно сделать на этой же странице, перейдя на кнопку сайт, перейдя на макет, основные, видите, контейнер. У вас будет так же, как у меня, 1170 пикселей по ширине. Это общая ширина сайта. В моем случае это 1470 пикселей. Сразу видим, что каркас сильно увеличился. Сохранюсь и четыре колонки. Вывести товары, как я это сделал. Просто захожу в эти настройки. И вот здесь число колонок. Я выставляю четыре. Вот уже похоже, в принципе, как у нас. Единственное изображение, надо будет подогнать нужного размера. Не выводится у нас краткое описание. Вводный текст. Здесь надо поставить галочку, тогда будет выводиться краткое описание. Тут, на самом деле, на ваше усмотрение, вы делаете так, как вам больше нравится. Вот здесь вот категория title будет выводиться. Основной заголовок данной категории. Хотите выводить, выводите. Я его просто скрою. Пока что на всех устройствах. Сейчас я буду просто выставлять значения, такие, как у меня на демо-сайте. Здесь вы можете настроить каждый элемент в отдельности. Изображения – это главные вот эти изображения наших товаров. У меня 350 на 350 пикселей все эти изображения. Размер. Метод у меня выбран контейнер. Сейчас видно, пиццы немножко так подуменьшились и не улазят за края. Далее у меня настроен вот этот заголовок. Это основные вот эти заголовки товаров. Я сделал чуть поменьше. 17 размером. Далее информация – это то, что мелкими буквами. Естественно, цвет я беру основной. Вот сейчас видите. Там, где у нас написано сантиметры. Это пицца, сколько сантиметров. Размер этого текста я сделал побольше. Межбуквенный интервал поменьше. Видно, да, теперь пицца стала более такая толстая. Именно название. Далее я настроил отзывы. Тоже побольше размер сделал. 17. Эти вот слова. Оставить отзыв. Далее я перешел вводный текст. Сделал ограничение максимальной длины заголовка по 70. Размер шрифта я сделал чуть поменьше. 18. И межстрочный. Я сделал 25 пикселей. То есть это вот это вот наш вводный текст для анонсов, так скажем, товаров. Далее настройка кнопок. Вот это вот видите «Заказать». Где она настраивается? Обратите внимание, что у нас это текст «Добавить в корзину». Если вы хотите сократить название и сделать побольше буквы, поменять слово, как у меня, то это настраивается кнопка. Тут написано «Redmo». То есть это, по идее, другая кнопка. Но все стили с этой кнопки наследуются вот к этой кнопке «Добавить в корзину». Чтобы вы это понимали и знали. Давайте ее сейчас тоже настроим. Размер текста у меня чуть побольше. Текст на кнопке 16. Межбуквенный 2. Нормально. А вот здесь вот я сделаю 20. Межстрочный интервал. Также, прокрутив ниже, мне нравится скругление. У кнопки 5 пикселей делаю небольшие скругления. У всех кнопок сразу мы назначаем. Также вы должны понять, что вот здесь вот на основных отображение новинка. Чтобы новые товары, добавленные, были первыми здесь. На ваше усмотрение элементов на странице. И не забывайте, что здесь есть различное отображение вида списка товаров на ваше, так сказать, усмотрение. Также обратите внимание, что у нас, вот я сейчас красным пометил, есть такая некая рамка во всех товарах. Поэтому, как ее включить? Находясь здесь же в настройках, да, макет, находим вот здесь вот рамка, и просто я ставлю один пиксель. И появляется такая тоненькая рамочка. Единственное, что у нас есть еще рамка вот здесь, у основной секции. Это некрасиво смотрится, там большой отступ. Вот они подсвечиваются сейчас. Заходим вот сюда, нижний карандашик. Макет. Я просто убираю рамку со всех сторон. И делаю вместо 50 справа 20 пикселей, также слева 20. Но опять же, эти все настройки индивидуальны. Вы можете настроить так, как вам больше нравится. Теперь самое интересное, как поменять текст на кнопке вместо добавить в корзину на желаемое. Дело в том, что продукт Gridbox Store находится на стадии развития, и не все возможности еще включены. Поэтому это правится через языковую константу в самой Joomla. Кто не знает, смотрите внимательно. Я перехожу в расширение языки. Далее я перехожу в переопределение констант. У вас то же самое здесь есть. А здесь я выбираю русский сайт. Я вам подскажу, что надо сделать. Нажимаю здесь создать. И языковая константа вы проставляете вот абсолютно так же, как у меня. С заглавными английскими буквами, с нижним подчеркиванием. Вот так же, как у меня. Видео поставьте на паузу, спешите, чтобы было так же. Я сейчас не буду углубляться, что такое языковая константа. Об этом есть и бесплатные уроки у меня на YouTube, которые я записал ранее. А вот в поле текст вы пишете желаемое слово на русском. Тот текст, который будет находиться на кнопке. И это мы меняем с вами текст только на списке товаров. В карточке товаров текст на кнопке меняется в отдельности. Я пишу заказать, нажимаю сохранить и закрыть. Это мы делаем единожды и больше сюда возвращаться мы не будем, если только мы захотим поменять текст на кнопке в дальнейшем. Перейдем на сайт. Вы увидите, у нас появилась симпатичная кнопочка заказать. Давайте наконец-таки добавим плагин фильтрации. Вот здесь у вас будет такая же строчка, как у меня. Строка с настройками. Кликаем вот по этой иконочке. Но опять же, здесь все индивидуально. Если вы хотите разбить на две колонки, как у меня это сделано. Здесь просто такая текстовая строчка, быстрая фильтрация, залита красным цветом. А уже вот здесь элементы фильтрации. Поэтому я делаю две колонки. Можем обратить внимание, вот здесь есть такие три точки. Зажав левой кнопкой мыши и видеть колонки. Соотношение у меня 5 на 7. Соответственно, здесь есть свои опции. Я просто пока закрашу цветом. Цвет и цвет тот, который на этом сайте я использую. Соответственно, здесь вы потом сможете вот по плюсу добавить плагин текста и написать здесь, например, фильтрация. А вот здесь вот я добавляю в эту колонку как раз-таки плагин фильтрации. Пишу просто в поиске фильтр и контент фильтр. Видим плагин. Кликаем по нему. Он у нас уже выскакивает. Давайте сделаем отображение в горизонтальном виде. И сразу у нас есть цена и размер. Как добавить в фильтр дополнительные опции? Просто кликаем вот сюда и рейтинг. Включаем. Здесь могут быть и другие параметры. Они отобразятся в этом плагине, когда вы более настроите свой магазин, добавите каких-то дополнительных критерий. Тогда вы вернетесь в этот плагин и здесь будут появляться новые возможности фильтрации. И самое, что мне нравится, чтобы быстро он работал, поиск фильтрации без лишних нажатий, нужно поставить галочку «Автоматическая фильтрация». Тогда кнопка «Поиск» пропадет. И при любом критерии выбора поиск будет фильтровать товары без перезагрузки страницы. Ставим эту птичку. Видим, поиск пропадает. Закроем. Можем перейти в строку. Сразу зальем цветом, так как бэкграунд, скорее всего, у меня будет картинкой. Сейчас я его тоже размещу. И давайте сразу заходим в фиолетовую шестеренку. Это задний фон. Можно использовать что хотите. Я буду подгружать паттерн, некую картинку. Загружу ее с компьютера. У меня есть специальные подготовленные фото. Заодно сейчас посмотрите, как я это сделал. И потом поэкспериментируйте со своим сайтом. Здесь я выбрал «Авто». Пока картинка вот такая, за нашими товарами. Здесь я выбираю отображать слева наверху и повторять. У меня специальная картинка создана для того, чтобы сзади у нас она вот так повторялась. И, соответственно, нам нужно зайти вот сюда, где товары, и фон сделать белым, чтобы это симпатично смотрелось. И также у меня уже для симпатичности добавлен параллакс эффект заднему фону. Заходим в фон, включаем параллакс. На движении мыши может быть, а я выберу на прокручивание. И поставлю еще «Инвертировать». И получается очень симпатичный эффект. Товары прокручиваются, а фон прокручивается чуть медленнее. Здесь уже сами посмотрите, как лучше сделать. Теперь давайте проверим, как работает фильтрация. Здесь еще видим такой вот разрыв. Заходим сюда. Макет. Снимаем галочку. Разрыва нет. Теперь нам нужно зайти в эту строку и слева-справа задать наверное по 10 отступов или даже по 20 пикселей, чтобы вот эта цена немножко отступила от края. Все, сохраняемся. И теперь, чтобы проверить, как работают отзывы. Сейчас я обновлюсь. Видим, что смотрится интересно. Чтобы по рейтингу проверить, давайте просто зайдем в какую-нибудь пиццу. Зайду в отзывы, как это работает. Например, ставлю 5 звезд. Ставлю тест. Добавить. Отзыв добавлен. Теперь мы можем сортировать по рейтингу. Так как ни одного рейтинга не было, мы бы не увидели. А теперь смотрите. По максимальному рейтингу кликаю и сразу показываю ту пиццу, которую я только что поставил. Рейтинг хороший. Естественно, если я поставлю какой-нибудь вот такой, ничего не найдено, потому что таких значений нет. И соответственно, по размеру. Например, покажите мне пиццу 65 сантиметров. Видите, сразу находит. Другие варианты. Он найдет только ту же пиццу, потому что мы с вами только там сделали размеры. И по цене тоже фильтрация прекрасно работает. В этом уроке мы проделали с вами много манипуляций, но помните, что мы с вами вообще еще не настраивали мобильную планшетную версию, именно страницу вывода категории товаров. Мы ее совсем еще не трогали. У меня будет отдельный урок по созданию планшетных мобильных версий, чтобы на всех устройствах сайт красиво смотрелся. Информация для тех, кто хочет освоить конструктор страниц Gridbox на высшем уровне, узнать все детали и тонкости. Для вас я специально приготовил пошаговый видеокурс. Здесь сейчас увидите информацию. Лендинг пейдж на лету 2.0. А также и другие продукты, полезные от компании Belbo. Например, это конструктор форм. Для построения лид-формы, для сбора заявок тоже очень важная тема. Технологии Drop&Drop. Все очень быстро, красиво, можно очень сложные формы настроить. Калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова